Полицейские Урая обеспокоены. В городе участились случаи мошенничества. В группе рисков пенсионеры. Так, недавно трое пожилых людей пострадали от так называемых соцработников, которые продавали массажеры. За каждые коммерсанты взяли по 20 тысяч рублей. Для борьбы с мошенниками полицейские города решили провести профилактическую акцию прямо на улицах Урая. За уличным ликбезом наблюдали мои коллеги. Предупрежден, значит вооружен. В последнее время, отмечая в страже правопорядка, урайцы сталкиваются с мошенниками все чаще. За прошедший год граждане передали в их руки порядка 11 миллионов рублей. Для того, чтобы помочь распознать обман, сотрудники полиции совместно с общественным советом провели акцию «Осторожно, мошенник». В основном это, конечно, карточки. То есть люди сообщают свои коды, карточек, пин-коды, не боятся абсолютно посторонним людям. Также участились в последнее время случаи с наложенным платежом. Они выкупают, соответственно, на почте и получают при этом в коробке либо мусор, либо бумагу, либо совсем не то, что они заказывали. Главным помощником жителей города в борьбе за безопасность должен стать их участковый. Хотя многие даже не знают, как он выглядит, его имя и номер телефона, по которому можно обратиться. Пробелы решили восполнить заодно с раздачей листовок, объясняющих, как не стать жертвой мошенников. Например, там рассказывается о способах обмана граждан. От СМС до личного визита преступников к вам домой. Особое внимание уделили пенсионерам. В связи с тем, что люди более доверчивы, в связи с тем, что у нас город маленький, все друг друга знают, и люди более доверяют друг другу. Напомнить людям о бдительности, не доверять посторонним лицам свои персональные данные, номера банковских карт, пин-коды. Также быть очень внимательными при совершении интернет-покупок. Всего в акции приняли участие более 50 уральцев. Полицейские планируют проводить такие профилактические мероприятия регулярно, чтобы как можно больше людей знали, как распознать мошенников. Сергей Крабков, телекомпания «Угра» при поддержке телекомпании «Испектор».